МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Айсен, вы уже, оказывается, начали! Ой! Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Меня зовут Айсен Бурнашова, Максим Кордозу. Это дневники игр Дети Азии. Мы такие красивые, в якутских нарядах стоим в местности Усхатын. И это не просто так. Совпало, что игры Дети Азии в этом году проходят во время главного якутского праздника. Исеха, он проводится в священной местности Усхатын. И у вас сегодня появляется уникальная возможность окунуться в прекрасный мир традиций народа Саха. Якуты почитают древо жизни Аллукмас. Оно олицетворяет три единства мира. В его ветвях живут боги, ствол находится в мире людей, ну а корни уходят в землю, где обитают злые духи. Абагы! Кстати, Максим, от этих злых абагы нас защищают наши национальные украшения. Они служат нам оберегом. То есть это не просто про красоту. Кстати, в местности Усхатын был побит рекорд Гиннеса еще в 2017 году. За один час здесь собралось около 17 тысяч человек. И все они были в якутских национальных нарядах. Но я уверен, что юные участники игр «Дети Азии» тоже будут ставить невероятные рекорды. Давайте посмотрим о них в следующем сюжете. На второй день соревнований на помосте встретились спортсмены трех весовых категорий. 70, 80 и свыше 80 килограмм. Днем ранее из 14 команд. 44 участников из 9 стран. Отличились и вышли в финал спортсмены из 4 стран. И в этом соревновании мы уже посмотрели, какие команды уже результат дают. Это Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Монголия. Они имеют развитие в них. И спортсмены уже подготовлены. По итогам трех схваток золотую медаль до 70 килограмм завоевал спортсмен из республики Кыргызстан. В весовой категории до 80 килограмм победу одержал спортсмен из сборной республики Саха Роман Тарабукин. Я знал, первое место я займу, точно. Верен был себе. Были тяжелые тренировки. Вместе без остановки тренировались. В весе свыше 80 килограмм золотую медаль завоевал Харисхан Габышев из сборной республики Саха. Готовились в прошлом году. Уже с декабря начали. На четыре золота взяли, но хотели взять пять золотых. Серебро тоже медаль. Спорт есть спорт. Кто-то выиграл, кто-то поиграет. Финальные соревнования были непростыми. Со спорными моментами, разборами схваток в замедленном режиме, с аннулированием результатов и повторными состязаниями. В итоге награду получили те, кто действительно ее достоин. Марфилина Алексеева, Вадим Барашков. В Корее эту игру называют «Падук», в Китае – «Вэйти», а в Японии – «Иго». У нас же прижилось сокращенное название «Го». Это не просто игра, это настоящая битва умов и искусства предвидения. Участники, сосредоточенные и увлеченные, с трепетом укладывают черные и белые камни на доску, создавая сложные узоры и комбинации. Как же все-таки играть в настольную игру «Го»? На самом деле правила очень просты. Есть два игрока, которые играют черными и белыми камнями. Цель – заработать больше очков, чем твой соперник. Чтобы это сделать, нужно захватить территории и снесть камни. В турнире участвуют шесть команд – представители Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, сборная Москвы и две команды из Якутии. Каждая команда состоит из четырех человека – двух девочек и двух мальчиков. Побеждает та сборная, которая наберет наибольшее количество очков. Саша играет в «Го» уже пять лет и впервые на соревнованиях столкнулся с серьезными соперниками. Обычно партии могут длиться несколько дней, а средняя партия идет около часа. Но вот для Софии из Москвы тур прошел очень быстро, ведь готовились они тщательно. И вообще очень важно никогда не недооценивать, не переоценивать соперника. Дополнительно готовилась в организованном проекте «Наковальные дети Азии». Это была лига, где мы играли с соперниками примерно своего уровня, ну чуть выше, чуть ниже. И также лекции. Очень интересный, очень классный проект, очень помог мне продвинуться. И вообще командный дух сплощает очень. И вообще, когда команда в хороших отношениях, между собой игроки, это очень помогает играть. И всегда поддержка своего товарища по команде очень важна. Кстати, София считает, что игра в «Го» помогает развить себе множество полезных качеств и навыков. «Го» очень помогает в математике, потому что я увлекаюсь математикой, физикой. И это прям очень помогает решать логические задачи, находить разные пути решения. Ну и также «Го» это просто очень интересная игра и получаешь кайф от игры. Участники прошли командные соревнования. Осталось побороться в парных турнирах, а также показать свой личный мастер-класс в индивидуальном зачете. Дарья Короленкова, Георгий Григорьев. Борьба за медали в буквальном смысле этого слова на играх «Дети Азии». Комплекты наград разыграли вольники. На ковры вышли девушки. В семи весовых категориях медалей соревнований оспаривали более 40 спортсменок. Броски, захваты, подсечки, перевороты. Главная задача – уложить соперницу на спину или в положение туши. Концентрация запредельная, атмосфера на коленадо предела, эмоция – место только за пределами ковра. Атлетка из Узбекистана после схватки не может сдержать слез. Назимана Армуродова принесла в актив золотую медаль. Спортсменка признается, на играх «Дети Азии» исполнилась ее давняя мечта. «Я очень благодарна всем, кто меня здесь сегодня поддерживал, своей семье и своей стране. Я готовилась к играм шесть лет, занимаясь вольной борьбой, а эти соревнования я ждала долгих четыре года. Узбекская школа по вольной борьбе известна далеко за пределами своего региона. Здесь в триумфе спортсмены показали триумфальные схватки. Трибуны ликуют, ну а спортсменов дома ждет вся страна. На соседнем ковре сражается еще один член сборной весовой категории 50 килограмм – Гузал Абдулаева. Точные приемы в копилке сборной «Бронзовая медаль игр». Трибуны вновь взрываются восторженными крипциями. Самый настоящий золотой триумф у сборной КНДР. Спортсменки забрали половину наград высшей пробы, разыгранных в дисциплине. Чемпионки показали яркую и динамичную борьбу, и как результат сразу три золота игр. Еще одну золотую медаль в копилку своей сборной принесла и Дарья Свистунова из Беларуси. Айсен, а вот ты знала, что Чак Норрис, Джеки Чан, Жан-Клод Ван Дамм – все эти актеры в фильмах использовали приемы из Тхэквондо? Ого, да? Так вот откуда все эти знаменитые удары с разворота? Кстати, в России этот вид спорта начал развиваться только в 90-е, а сейчас в своей федерации есть в 60 регионах страны. Правда, олимпийского золота у сборной России нет, но я уверен, эту ситуацию в будущем исправят наши юные участники игр «Дети Азии». Самообладание, настойчивость и непоколебимость духа – таковы главные черты одного из самых зрелищных боевых искусств в мире. Принять участие в соревнованиях по Тхэквондо в Якутию приехали сборная из солнечного Таиланда. У меня четыре спортсмена, они уже выступили. Эти игры были действительно сложными, соперники сильные. Мы начали подготовку за месяц, однако этого не хватило. Когда мы вернемся домой, мы будем тренироваться усерднее, чтобы к следующим играм рассчитывать на победу. Каждый из тех, кто вышел на татами, смог испытать себя, проверить силу воли и показать плоды тренировок. Тхэквондо – любима по всему миру, однако в Таиланде этим видом спорта увлечены очень большое количество человек. Мне очень нравятся боевые искусства. Мне 16 лет, из них 10 я занимаюсь в Тхэквондо. Этот вид спорта меня привлекает тем, что много зрелищных моментов. На этих соревнованиях очень сильные соперники, и у них действительно в зоке уровень подготовки. Одни из самых молодых участников – сборная команда Пакистана. Они принимают участие в играх «Дети Азии» в третий раз. Впервые сборная Пакистана проявила себя на шестых играх «Дети Азии», и спустя 8 лет они снова на якутской земле. Подготовка нашей команды к восьмым играм «Дети Азии» очень серьезная. Наш тренер вложила много сил в нашу физическую подготовку. Она поделилась с нами множеством полезных советов и рассказала о специальных секретных техниках. Якутске мне очень понравилось. Здесь добрые и улыбчивые люди. Сборная Пакистана приехала на игры небольшим составом – 14 человек. При этом они представили целых 4 спортсмена на эти соревнования. Да, мне очень понравилось. В Якутии здесь очень приятные и дружелюбные люди. Также понравился сам город. На соревнованиях очень сильные спортсмены. В особенности могу отметить физическую подготовку спортсменов из Узбекистана, Казахстана и Беларуси. В Тэквонду визитной карточкой являются удары в прыжке ногами, в голову, в корпус, а также руками в грудь. В Тэквонду тело спортсмена надежно защищено специальной амуницией. На голову надевается специальный шлем, кимоно, а также протектор. Все это полностью автоматизировано. Начисление баллов производится с помощью специальных датчиков, которые выводят их на экран. По итогам ожесточенных схваток победа присуждается тому, кто наберет наибольшее количество очков или кто одержит победу в большинстве раундов. Судьи рассматривают техническую сторону. Каждое действие должно выполняться уверенно. В целом у нас довольно сильные команды приехали. И не только традиционно российская команда выставила своих сильнейших спортсменов, но и международные команды, которые к нам приехали. Несмотря на соперничество, каждый участник помнит главные постулаты Тэквонду, которые строятся на гармонии моральных, этических и духовных принципов человека. Дайана Федорова, Радамир Сергеев. По якутским поверьям у всего есть свои духи. У леса, у горы, у поля. Например, хранительницу водоемов зовут Эбе Хотун. Если хорошенечко задобрить ее, то она и рыбкой поделится. Кстати, еще один мифологический герой это Кехбаллох Тайон. Он предстает в виде такого добродушного старичка. И, Айсен, ты представляешь, у него волосы и борода из водорослей. Да ты что! И он тоже помогает людям. Кстати, есть поверье, нельзя бросать в озера и реки металлические предметы, чтобы как раз этого духа старичка и не поранить. Надеюсь, что духи помогут нашим спортсменам в бассейне установить свои личные рекорды. На трибунах бассейна Чалбан зрители очень активны. Им сегодня раздали вот такой мерч от игр «Дети Азии». Это служит веером, также издает такой шум. Ну и, конечно, у зрителей плакаты, свистки и даже у Бузела. У тренера Александра Кудрявцева на играх «Дети Азии» участвуют две девочки. Пока призовых мест не заняли, но в Бузела, как говорится, в деле. Старты только начались, то ли еще будет. Подарили дети, потому что знают, что я всегда болею, поддерживаю команду. Даже когда они плывут, я все равно вместе с ними. И вот с этой трубой я так думал, что приехал на международные соревнования, для того, чтобы команда наша выигрывала. Мы с Камчатки представляем Дальневосточный округ. Богдан Торопкин, мой внук, занимается уже в спортивной школе 8 лет. Сегодня я очень довольна его стартом, потому что он сделал мастера спорта. Внуку Богдану до мастера не хватило несколько сотых секунд. Но зато в активе спортсмена две бронзы. Когда так рьяно болеет близкий человек, то и победы не будут себя долго ждать. Он здесь в вольном занял третье место. Ну, почти мастер, но не получилось. Его здесь не присваивают. Было очень сложно соревноваться с другими ребятами, но получилось занять третье место. А у Екатерины Гузик уже третья медаль на счету и долгожданное золото в личке. В первый день она вольным стилем завоевала бронзу на дистанции 100 метров и золото на эстафете 4 по 100. Но личное время улучшить не получилось. Не хватило скорости, мощность у меня хорошая, тренер говорит, что все хорошо. Техники, наверное, я шатаюсь, может, проблемы в технике. Поэтому скорость чуть-чуть похуже. Здесь очень круто. Здесь крутые, офигенные болельщики. То есть они за всех болеют, они кричат. Это круто. Потому что я на сколько соревнованиях была, такого никогда не было. На водных дорожках бассейна Чолбон жаркие баталии продолжаются. Впереди самые интересные виды эстафеты на различных дистанциях с участием четырех представителей из каждой команды и эстафеты дружбы. Регина Егорова, Иван Царкаумов. Вот и подошел к концу очередной выпуск дневников игр «Дети Азии». Мы сегодня с вами увидели не только спортивные состязания, но и прикоснулись к культуре народа Саха, зарядились солнечной энергией на будущие победы, конечно же. Задобрили верхних божеств Аи и духов огня, воды, земли. За вас словечко тоже сказали, дорогие телезрители. Так что у вас и у нас, и у всех участников игр «Дети Азии» все будет просто отлично. Смотрите нас каждый день, будьте в курсе самых интересных событий. И, конечно, следите за турнирной таблицей. Кто поднялся наверх и у кого еще есть шанс улучшить свои результаты. До новых встреч! Пока!